Ну нету никого больше, кто хочет заниматься применимостью. А без применимости часто трудно заработать деньги. Особенно в областях пограничных, между тем, что называют фундаментальными, и прикладными исследованиями. А у нас они почти все такие, пограничные. Уже не фундаментальные, но еще не прикладные. А выделение этой позиции внутри подразделения, проектной группы, есть задача пиара. То есть исследователь на первом этапе. То есть он ищет себе партнера по развитию проекта. И вопрос только в том, чтобы убедить его. В том, что это разгрузит его. А дальше в зависимости от целей проекта, на разных этапах, разные позиции, то есть либо это, либо это, принимают решения. Ведь мы вернулись к тому, что эта позиция хочет принимать в правоведческие решения. Правильно? А это вообще-то не ее функция. Теперь про примеры исключений. Такие примеры, на первый взгляд, существуют. А люди, оставаясь технически грамотными, создают сильные бизнесы. Но если вы посмотрите на их структуру, то там есть два варианта. Либо этот человек перестал быть исследователем. Занял другую позицию. Он рассказывает всем, что он ученый. Но при этом исследовательской деятельности не ведет. Не он задает вопросы природе. А кто-то из его сотрудников. Они, конечно, воспитаны в таком духе, что приходят к нему и советуются с ними. Но реально не он занимается постановкой исследовательской задачи. Глобально. Не в проекте. Но зато он занимается постановкой задачи в проекте. Как предприниматель, а к нему. Глобно. 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 Очень часто говорится. Глобно. Глобно. Это наше поражение, связанное с тем, что только рост его индекса Кирша позволяет группе привлекать следующие контракты. Мы вчера про это говорили в логике международной среды, как смотрят международные корпорации. Но нет у них другого инструмента по выбору контрагентов по всему миру, кроме вот этих вот публикаций. Да? Это конечно, характеристики, которые ощущаем.